Добрый вечер, мои солнышки! Сегодня будет очень интересное видео, можно сказать, так загадочное. Оно называется «Что такое третий взор и когда он открывается? Взор в потусторонний мир». Расскажу на примере своей бабушки. Значит, моя бабушка родилась в 1931 году. Она росла абсолютным атеистом, то есть человеком, который не верил в Бога, и тем более в потустороннюю жизнь, потому что она медик, материалист. Она всегда мне рассказывала и говорила так. Существует материя. Вот человек — это материя. Если материя умирает, всё. Материя сгнивает и превращается в прах. О какой душе ты мне говоришь? А я всегда говорила, бабушка, ну, существует ещё душа у человека. Человек не может просто так взять и исчезнуть. Просто так. Вот он всю жизнь учится чему-то, познаёт себя, борется с своими страстями, с пороками, преодолевает сам себя, других людей. Он столько талантов развивает или не развивает. У каждого, как говорится, своя дорога. Но не может это исчезнуть просто так. Вот цветочек умирает, да, допустим, а потом на следующий год заново возрождается. Птичка умирает и заново возрождается. Неужели вот человек, да, как бы умер и исчез? Он же индивидуум. Людей одинаковых не бывает. Так же, как животных, цветов, растений, птичек, рыбок. Не бывает абсолютно. Ни по характеру, ни по внешности, ни по внутренним качествам каким-то, ни по запаху. Я не знаю, откуда я всегда это с детства знала. Но я с бабушкой на эту тему спорила. А она медик. Она у меня была заведующая стоматология. Врач-стоматолог, хирург, который мог делать еще и операции к тому же. Поэтому она очень хотела, чтобы я стала медиком. Потому что я с детства лечила животных, начиная от птичек, кошечек, собачек, даже очень тяжело больных. Мне никто не подсказывал, как это делать на интуитивном уровне. Так вот, она хотела, чтобы я была медиком. Я говорю, бабушка, я не смогу стать медиком. Нужно будет идти в морг и проходить анатомию. Она говорит, что здесь такого? Оденешь халатик, тебе дадут пилу, скажут, что отрезать ногу, пришить, скрыть грудную клетку, разложить внутренние органы. Первый раз тебе будет страшно, второй тоже. А на третий уже как по маслу. Нет, бабушка, как я могу оперировать человек, который будет рядом стоять и смотреть, как я это буду делать? Она говорит, ну что за глупости? Она всю жизнь не верила, как говорится, в мои вот эти доводы, пока сама с этим не столкнулась. Итак, тема нашего видео. Когда же открывается третий взор в постусторонний мир? Значит, он открыт у маленьких детей при рождении до пяти лет, максимум до шести. Они видят то, что не видят взрослые, когда закрыта, понимаете, энергия закрывается перед взрослыми из-за их пороков, из-за того, что они отходят от духовности. А дети, они чистые, они как тот сосуд, который еще не наполнился никакой грязью. Они видят очень многое, просто они маленькие, и они не могут об этом сказать. Они не могут выразить свои чувства, они не могут вам показать, что они видят, кого они видят. И держат это все в себе, в своем внутреннем мире, со своим внутренним страхом. Иногда часто становятся заиками, иногда часто начинают грызть ногти, иногда часто пугаются темноты. А взрослые не понимают, от чего это все происходит, от того, что они это видят. Я даже на своем примере могу рассказать вам, как это было у меня, как я с этим столкнулась. Я арендовывала один зал, скажем так, на цокольном этаже одного здания. Вот этот зал считали люди проклятым. Он был сделан, получается, из очень дорогих материалов, которые привезены были с Италии. И под косметологический огромный кабинет. Его сделали там парикмахерская, косметологический кабинет. Это, получается, маникюр, педикюр, аппаратная косметология. И вот мне сдали этот зал за копейки, чтобы я его арендовала и проводила свои мощные, каждые силовые тренировки, а также танцы. Ну, каждый раз, когда я туда заходила, мне казалось, что я захожу как будто в склеп. Вот, знаете, такая атмосфера была. Во-первых, зал был сделан в черных таких тонах золота, знаете, как в загробных. Плюс энергетика там была очень тяжелая. Мне было тяжело вести там тренировки. Плюс там открывалась и закрывалась одна дверь, которая всегда наглухо была закрыта. Вот, мне теперь оказалось, что, может быть, мне это кажется, как выяснилось, что не мне. Плюс чайник, который там не работал 4 года, именно в моих руках начинал работать. Можете себе представить, и все в шоке были, когда руководство приходило, да, как это так. Я пью часть этого чайника, а когда ухожу, он никого больше не пьет. И все это было до одного момента по тайной завесе. Но я вот прям чувствовала, знаете, что там не все в порядке. И потом мне рассказали все-таки люди, которые меня привели в этот зал, что там происходит. Что дети в ужасе видели человека, который находился только в одном месте. Это вот там, где открывалась дверь. То есть, когда родители приходили деток стричь, да, свои колесами стричь, сели на маникюр, педикюр. Открывалась там дверь, ребенок заходил и видел дядю. Потом камера зафиксировала силуэт человека, как вот духа, понимаете, в чем дело. И все знали об этом. Люди были напуганы. И в итоге бизнес у этих людей, предпринимателей, которые открыли этот салон красоты, не пошел. Так как я об этом ничего не знала, они мне решили сдать за небольшую плату этот салон красоты. Я так можно сказать, не знаю об этом. Вела тренировки на гостях. Почему вот я вам рассказала, да, что чакры именно у детей вот очень сильно к потустороннему миру открыты. Потому что они видят то, что они не видят взрослый человек. Вот одна девочка часто своей маме рассказывала, что мама, иди посмотри, там дядя сидит. Взрослые заходят, они видят никого, а дети видят. Ой, эта история с большим продолжением была. Я вам могу подробно все рассказать. Но сегодня тема не об этом зале, не как все это закончилось. Конечно, я ушла оттуда, но и все, что там происходило, перестало происходить. Ну, к этому были приложены такие непростые усилия, не только мои. Вот. А теперь про мою бабушку. Вернусь к ее истории. Она медик. Она проработала с 20 лет, можете себе представить, до 75 лет врачом. Не просто врачом, заведующей стоматологией серьезной. И она всегда думала, что я ей сказки рассказываю. Но только не перед смертью. Когда моей бабушке уже было 82 года, она стала видеть. Она стала видеть свою маму. Она стала видеть неизвестных людей. И обычно про старичков говорят так. Ой, деменция наступает. Либо шизофрения. Никогда не вздумайте обижать своих старичков, своих бабушек, дедушек, своих стареньких родителей. Они абсолютно нормальные люди. Только перед смертью они начинают видеть тот мир, который не можем видеть мы. Потому что наше время еще с вами не пришло. Так вот, бабушка, можете себе представить, мы вместе с ней сидим. С утра ей готовлю кофе, творожок. Она говорит, внуча, смотри, говорит, к нам в дверь опять стучатся эти люди. Я говорю, бабушка, какие люди? Ну почему ты мне не веришь? Как ты их не видишь? Ты мне считаешь, что я шизофреник? Я говорю, нет, бабушка. Я так не считаю. А почему ты их не видишь? Ну я не могла ей сказать, что она видит их неспроста. Я говорю, бабушка, хорошо, ну давай откроем дверь и позовем, пускай идут на завтрак. Да ты что? Я не знаю этих людей. Почему мы их должны звать? А этот мальчик, босонокий, он так хочет кушать. Кто этот мальчик? Она начинала мне расспрашивать. Я молчала, у меня в глазах были, вот знаете, слезы. Потому что в глубине души я понимала. Потом она начала видеть уже близких, своих близких родных. И я понимала, что это не просто так. И она мне сказала, внучка, почему же? Вот почему я их всех вижу? И она, знаете, как смотрела не мне в глаза, а как сквозь меня. Я говорю, бабулечка, потому что я тебе всю жизнь про это рассказывала, что существует и другой мир, потусторонний. Но ты не верила мне никогда. И она задумалась. Один раз я ее повела в церковь, так как она была атеистом, не верила в Бога. Путь был в церковь тяжелый, непростой. В церкви ей вообще стало плохо. Я набрала для нее водичку, чтобы ее лечить. По утрам я три раза личико ей заставляла умываться святой водой, обтираться подолом, выпивать святую воду и читала молитву. И она шла на поправку, хотя она не верила в Бога. И она всегда говорила, внучка, кто тебя этому научил? Так вот, моя хорошая, это видео посвящено тому, что не обижайте своих маленьких детей. Если они плачут, реагируют как-то на темноту, бегут посреди ночи к вам, либо на что-то жалуются, либо вам что-то показывают, знайте, мои хорошие, детки, они видят. Видят то, что не может видеть взрослый человек. Не обижайте своих старичков, Божьей упасе. Не обижайте своих родных и близких. Когда они начинают вам рассказывать те вещи, которые у вас не укладываются в вашей голове, и вам кажется, что ваши близкие там, да, заболели шизофренией или сошли с ума, никогда так в жизни не думайте. Потому что, когда придёт момент, мы все с этим столкнёмся, с тем именно, что мы будем видеть своих близких, родных, умерших. Понимаете? И другие люди нас не будут понимать, почему мы видим что-то, а они нет. Потому что это открывается, открыто у нас в начале нашего пути, когда мы только родились и пришли в этот мир. И это открывается нам в конце нашего пути, мои хорошие. И загадка всей нашей жизни и заключается в том, чтобы нашу жизнь прожить со смыслом. Что мы должны понимать, что есть жизнь материальная, а есть жизнь духовная. И как мы живём здесь, всё видно там. Вот такое вот видео я вам хотела записать, мои лапочки. Ну, а кому интересно продолжение, что было в том зале, и как получается, я не одна помогла этому мёртвому человеку, да, чтобы он покинул этот зал и обрёл свой покой. Мне в этом помогла, она очень хорошая знакомая. И я вам могу рассказать подробно в другом видео. Потому что оно непростое, это видео, оно длинное. И как бы требует таких вот подробных описаний того, как это всё делалось. То есть это реально всё было, как говорится, в реальном времени. Но мало ли кто бы смог поверить в это, если бы это не проходило бы на глазах. Директора этого зала, кто сдал, да, мне в аренду помещения. Человека, который привёл меня в этот зал, знает, что там происходит. Соседи этого дома. Поэтому это всё вот, в реальном всё происходило. И я вам подробно расскажу о моём лапочке. Вот такое вот было видео, посвящённое, когда у нас открывается третий взор в потусторонний мир. Всех люблю, целую. И до встречи на моём канале. Спасибо. 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 Спасибо.